Счастливы от того, что вы говорите на славянском языке. Я, знаете, когда-то я очень любил читать, когда был маленьким. Я очень рано начал читать. И я получал очень большое наслаждение. Я даже не осознавал того, насколько здорово читать произведения на славянском языке, на кириллице. Насколько это красивый язык, поэтический. И сегодня мы будем читать какие-то пассажи из Библии. И на русском и на болгарском языках они звучат очень красиво. Я не говорю о том, что английский плохой, но славянский язык он особенный. Поэтому еще раз вас с праздником. Давайте мы сегодня перейдем к Слову Божьему. Некадлес, сменим Камбожию эту Слову. Тема моих проповедей сегодня звучит немного страшно. Тема моих проповедей звучит немного страшно. Чума последнего времени. Чумата на последнее время. Обезкороненный вирус. Вирус останал без корона. Но сегодня речь пойдет не точно о вирусе. Но днес няма да говорим само за вируса. Я бы сказал, что сегодня речь пойдет о чем-то более страшном. Нечто говорим за нечто пострашное. Это такой страшный духовный вирус. Твой страшный духовный вирус. И первое место, которое я хочу сегодня открыть, написано в книге Откровения, 3 глава с 14 стиха. И первое место, какое-то искомое утворение в Откровении. Третья глава. Третья глава. С 14 по 19 стихи. С 14 до 19 стих. И вы можете читать на проекторе на болгарском языке. Я прочту на русском. И ангелу Лаодикийской церкви напиши. Так говорит Аминь. Вот Иисус Христос, он Аминь. Вы знали об этом? За Иисусом Христом будет последнее слово. Самое последнее слово. Вот он скажет Аминь и все закончится. Иисус Христос тот, кто держит все в своей руке. Абсолютно все. Поэтому нам не надо переживать. Мы знаем о том, что Иисус Христос, он все держит в своих руках. Несмотря на то, что полный беспредел происходит в этом мире. И все, кажется, рушится. Но все в Божьих руках. Скажи Аминь. Если притесняю меня, что-то знаем, че Иисус держит всичку в рцетесе. И не имеет значение, как возле случилось святое. Иисус держит все в своей руке. Иисус в ноги держит всичку в рцетесе. Так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч. Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаю, что ты и несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться. И белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ноготы твоей. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покажись. Аминь. Аминь. И вы знаете, вот здесь Иисус Христос говорит, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное. И тук Иисус Христос не светва да купим злато от Него, което е причистено с огън. И речь не идет о каком-то земном золоте. И не става дума за някакво земно злато. Да, речь не идет о каком-то драгоценном метале. Не става дума за някакъв скъпоценен метал. Советую тебе обогатиться и купить белу одежду, чтобы одеться. Советую тебе да се обогатишь и да купиш белые дрехи. Речь не идет здесь о какой-то земной одежде. И глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. С калории си поможи учить и задавиждаш. Речь не идет здесь о каком-то лекарстве. Земном лекарстве. За някакво земно лекарство. Все то, о чем говорит здесь Иисус Христос, имеют отношение к нашей духовности. Золото – это вера, которая Божия. Злато – это вера, которая от Бога. Белая одежда – это праведность Иисус Христа, Его святость. Глазная мазь – это Его святое помазание. Благодаря которой мы можем видеть духовный мир. Но вы знаете, чума последнего века в чем заключается? Но какова е чумата на последний век? Я скажу, что это самоправедность. Аз ще кажу, че това е самоправедность. Самодостаточность. Очень страшный завуалированный грех. Много страшен завуалированный грех. Почему я так говорю? Защо казвам така? Потому что вы можете уже это видеть в этом мире. Защото вече можете да го видите в нашия свят. Как можно частно сегодня встретить людей, которые считают себя верующими. Настолько верующими, что они не имеют никакой нужды ходить в церковь. Настолько верующие, что они уже не имеют нужды читать Библию. Настолько духовные, что они уже не имеют нужды в молитве. Они говорят, зачем мне это все? И те говорят, зачем мне церковь вообще? За какво мне церковь вообще? Моя церковь здесь дома. Моя церковь здесь дома. Я здесь пастор, я здесь царь, я здесь священник. Мой Иисус у меня тут на полочке стоит. И моят Иисус е тут на равчето. Всегда рядом за шторкой. Винаги и близо до мен, зад предето. Всегда удобно протереть его тряпочкой. И опять его закрыть как какой-нибудь занавеской. Люди считают, что это вера. Но как вы думаете, что считает Бог? Вы знаете, можно и намного легче спасти глубоко грешного человека. Который в момент вдруг осознал свою греховность. И он вдруг начинает вопиять, Господи, прости меня, спаси меня, пожалуйста. И почти невозможно спасти человека, который считает себя глубоко праведным человеком. Настолько духовным, что он будет научать пастырей и учителей. И говорит, о, это не пастырь вообще. А это вообще не учитель. Я все знаю. Так, как надо знать. И вот эта самоправедность, она, вы знаете, очень опасна на самом деле. Это и есть чума последнего времени. Это современная лаудикея. Что сегодня провозглашает лаудикея? Мы можем прочитать. Я богатая. Можем да прочитаем. Аз съм богат. Я разбогатела. Аз съм забогатела. Я ни в чем не имею нужды. Нямам нужда от нища. Это может быть самодостаточная церковь, которая достигла какого-то высокого положения в обществе. Това может быть някаква самодостаточна церковь, която има много висок финансов достатък. И эта церковь считает, что она чего-то достигла в Боге. И тази церковь си мисли, че нечто е постигнала в Бог. Это может быть отдельно взятый человек, который почему-то связывает свое богатство с духовностью. Он думает, что если я богат, то что значит я с Богом и Бог меня благословляет. Но в этот же момент Иисус Христос говорит, что ты нищий. Ты слепой. Ты нагой. Помните сказку о голом короле? Кто помнит? Голый король. Голый король. И он внушил царю, что он шьет такие одежды прекрасные. Только они невидимые. И он раздел царя до гола. И якобы одел его в свои одежды. И этот царь ходил по своему царству голый. И никто не смел сказать ему, что он голый. У него была корона на голове. И он был абсолютно голый. Ну только маленькие дети, они не стесняются, правда? Самые маленькие дети, они все притесняют. И один мальчик закричал, посмотрите, король-то голый. И едно момче и извикало, вижте, царят е голый. Устами младенцы говорят истина. Чрез устата на младеница говори истина. Люди иногда не понимают о том, что они перед Богом не обнажены. И хората понякога не разбират, че те пред Бога са голи. Независимо от их богатства. Независимо от тяхното богатство. Сегодня самые богатые люди этого мира вдруг вазомнили себя богами. И днес най-богатите хора на света са си помислили, че те са богове. Они думают, что если у них весь основной капитал земли, то они боги. И те си мислят, че что основния капитал на земята е техен, значит те са богове. Им невозможно говорить о боге, их невозможно обличать. И на тях не е възможно да им се говори за Бога и да ги обличаваме. Защо? Потому что они сами себе считают богами, правильно? Защото те сами себе мислят за богове. Кто вы такие вообще, чтобы мне что-то говорить? Кои сте ви и да ми казвате нещо? Я сам богатый человек на земле. Аз съм най-богатия човек на земята. И это уже не миллиарды, это уже триллионы и биллионы доларов. И това не са миллиарди, това са триллиони долара. Насколько Богу больно смотреть на таких людей. И колко му е больно да гледа Бог тези хора. Потому что он не может их, практически не может их спасти и не может с ними разговаривать. И вы знаете, я хотел бы сегодня прочитать одно уникальное место из Евангелия от Луки. 14 глава, 16 стиха. Слова Иисуса Христа. Думайте на Иисус Христос. Он же сказал ему. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым. Идите, ибо уже все готово. То есть, этот человек приготовил большой ужин. Это был богатый человек. И он пригласил очень много людей. И начали все, как бы, сговорившись извиняться. Первый сказал ему. Я купил землю и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. То есть, я вот такой вот богатый человек. Я целую землю купил. Я очень занят. Очень много людей сейчас очень заняты для Иисуса Христа. Слишком заняты для Иисуса. Другой сказал. Я купил пять пар валов. Иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Это как прообраз машин, да, на сегодняшний день. Купил себе машину. Това е прообраз за кули днес, че си купих кула. Двести лошадиных сил, да? Двести коня, примерно. Иду испытать. И утивам да пробвам. Хочу провести тест-драйв. Искам да минам тест-драйв. У меня просто нет времени. Ни для бога, ни для церкви. И нямам время нито за бог, нито за церква. Извините меня. Извините меня. Третий сказал. Я женился и потому не могу прийти. И, возвратившись рапто, донес осем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему. Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. Убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Я даже прочту сейчас современный перевод. Я ще прочитаю современный перевод. В современном переводе РСП это звучит так. Говорю тебе, что никто из приглашенных мной раньше больше никогда не будет у меня на Перу. Никогда. Представляете, как это страшно? Представите ли си, колко это страшно? Вот сегодня, знаете, примерно такая же картина, да? И днес примерно подобна картина имаме. О том, что нам кажется, ну к Богу должны приходить самые лучшие люди. Но чаще всего к Богу приходят люди обездоленные. Обездоленные люди, которые находятся в крайне нужде. Очень бедные. Имеющие какие-то недуги. Реально слепые ноги и глухие. Они быстрее приходят к Богу. Еще одно место, уникальное. Первое послание к Коринфянам. Первая глава. С 26 стиха. Апостол Павел пишет. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти. Немного сильных. Немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира Бог избрал, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное. И ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Аминь. Кого Бог избирает, чаще всего? Кого избирает Бог най-честно? И вы знаете, я бы здесь привел такой принцип, я уже как-то говорил об этом, принцип постоянно омывающегося сосуда. Вы знаете, на самом деле, в хозяйстве как-то мы редко пользуемся какими-то драгоценными, там, золотыми сосудами, да, или серебряними, или, ну, которые, ну, просто посыпаны каким-то бисером или жемчугом. И в стопанството си ние рядко използваме някакви скъпи осудове, примерно сребряни, златни, или с някакви камъни. Обычно в самом ходу простые сосуды, глиняные грошки, правда? Обикновенно, най-често използваме някакви обикновенни судове, които са удобни за използване. И, знаете, чем чаще, чем больше они в применении, тем они чище. И колкото по-често ги използваме, толкова са по-чисти. Там, где это инкрустирование сосуд стоит, вот, но мы его не боимся там на него посмотреть даже. Някакви стои един скъпоценен суд и ние даже, даже не изстрах да го погледнем. И мы его не используем. И ние не го ползваме. И он там пылиться. И той се опрашва там. Это очень хороша прообраз самоправедности. Това е много добър прообраз за самоправедность. Потому что, смотрите, человек сильный, он упавает на свою силу. Потому что, вижте, силен човек, той упава на своята сила. И чаще всего он и хвалит за своей силой. Человек мудрый, он не нуждается в Божьей премудрости. И чаще всего демонстрирует свою премудрость. Человек знатный, такой весомый, властимущий. Он, как правило, демонстрирует свою силу и свою власть. И поэтому ему Бог не нужен в какой-то степени. И за това он не нужен в нужда от Бог. В някаква степен. Кому нужен Бог? Кой се нуждае от Бог? Бог нужен тому, кто реально в нем нуждается. Бог е нужен на унези, които наистина се нуждаят от Него. Немощному человеку. Немощните хора. Правда? Наистина. Тогда человек будет хвалиться только Господа. Вы знаете, Господь мне дал такую силу, такую мощь. Бог подкрепил меня в самой трудной минуте моей жизни. Немудрый человек скажет так, я даже не знал, что говорить на суде. Но Бог дал мне такую премудрость, что я сказал такие слова, от которых судьи просто стали безмолвными. Это только Бог, это только Он. И человек незнатный, который никакого веса в общество не имеет, он в большей степени будет нуждаться в Боге. Только бы нам не вазомните себе. После того, как Бог начнет возносить нас. И знаете, я хочу открыть последнее место. И оно написано в притчах. В притчите. 41 глава. 41 псалом, извиняюсь. 41 псалом. 41 псалом. 8-9 стих. 8-9 стих. Здесь псаломопевец пишет. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою и ночью песни ему у меня молитва к Богу жизни моей. Вот этот стих, вы знаете, он мне как-то очень сильно открылся. Тот стих много времени севтвори. И сегодня утром я даже записал это. И днес сутринта даже си записах. Бездна призывает бездна. Бездна вика кем бездна. Бездна мои ограниченности призывает бездну безграничности Божьем. Еще раз. Бездна мои ограниченности призывает бездну твои безграничности Божьем. Бездна на моята ограниченност вика кем твоята бездна на безграничность, безграничность Божия, только бездна моего бессилия призывает бездну Твоей силы, Бог, на мой то бессилие призывает бездну Твоей силы, Бог Савоов, Безда моей глупости призывает бездну Божией премудрости, когда я осознаю, насколько, по сравнению с Богом, я глупый человек, на самом деле. Значит, чем ближе мы приближаемся к Богу, чем мы больше осознаем Его величие. И чем больше мы осознаем, насколько мы на самом деле слабы. Океан моей незначительности призывает океан твоей славы, Бог всемогущий. Вы знаете, корона не у какого-то жалкого искусственно созданного вируса. Не знаете ли, корона на некаково искусственно направленный вирус. Это всего лишь голый король. Твой самый голый король. Истинная корона, она только на голове нашего Господа Иисуса Христа. Истинская корона, и самая вверхугловато на наш истинский Царь Иисус Христос. Потому что только Он, Царь Царей, Бог Богов и Господь Господствующих. Можете сказать на это Аминь? Знаете, вот тема моей сегодняшней проповеди она больше направлена на то, чтобы нам глубоко осознать зависимость от Иисуса Христа. глубоко осознать, что мы без Него ничего не можем. И даже не надо пытаться. Знаете, вот страшно на самом деле сказать после этого откровения, мне страшно сказать о том, что я что-то могу сам. Потому что точно в этот момент я стою без Христа. Апостол Павел пишет, кто говорит, что знает, тот ничего не знает. И апостол Павел пишет, что този, кто не смеет, что не что знает, ни что не знает. Как должно знать? Как то треба да знает. Потому что наши знания, они исходят только от Иисуса Христа. Защото наши знания идут само от Иисуса Христа. Если мы христиане, конечно. Ако не сме христиане, разбира се. Нам очень важно осознавать непрестанную зависимость от Иисуса Христа. Потому что если мы остаемся без Иисуса Христа, хотя бы на час, хотя бы на день, мы ставим себя в очень опасное положение. Мы становимся очень подверженными. Бесовским атакам. Искушением, соблазном. И тогда дьявол начинает нас поборать. Потому что он постоянно рычет, ищет кого бы поглотить. У него тоже есть бездна. И эта бездна тоже очень хорошо засасывает. Нам надо быть прилеплены к той бездне, которая сильнее, правда? Безда Иисуса Христа сильнее. И она ведет нас, увлекает нас на небо. И тя ни води, тя ни влече к небето. Но эта бездна работает. Безда Иисуса Христа работает только тогда, когда работает бездна моей жажды. Но тази бездна, бездната на Иисуса Христа, работя само, когато аз имам жажда, нужда. Аллилуйя. Аллилуйя. Что-то понимаем, что-то осознаем? Осознаваем или нещо? Мне очень важно сегодня донести эту мощную мысль, на самом деле. Днес за мен е много важно да донесат тази мисъл. Глубоко осознать свою зависимость от Христа. Длубоко да осознаем нашу зависимость от Иисус Христос. Это и есть очень благая весть. Това е много блага весть. Тогда ты очень богатый человек. Тогда ты очень сильный человек. И тогда ты очень сильный человек. Когда ты зависим, глубоко зависим. Глубоко осознаешь зависимость от Христа. Это большая мудрость. Аллилуйя. Что мы, споем? Ну давайте, раз есть сильное желание, потому что я уже думал, что хор выпадает сегодня.